В полвторого ночи в воскресенье жители пятиэтажки на Ленина-76 проснулись от громкого взрыва. Я думала, взрыв, наверное, в шахте. Потому что, когда палят, то бывает толчок маленький, помню, такие. А это вот взрыв. Меня, говорю, толкнуло, как бы подбросило. Ну, меня тяжело подбросить, конечно, но, видно, толкнуло меня под бок-то. Оказалось, в одну из квартир неизвестные бросили светошумовую гранату, предварительно разбив окно камнем. Хозяева жилья не пострадали, со съемочной группой пострадавшая семья о происшествии говорить наотрез отказалась. Полицию на место ЧП вызвали соседи. Следователи разбираются в обстоятельствах громкого во всех смыслах преступления. Пока в разработке три версии. Одна из них – месть. Безработный муж и жена могли торговать наркотиками. А кому-то из наркоторговцев это могло не понравиться. Преступники решили запугать соперников по бизнесу. Первая версия – это то, что у нее с кем произошел конфликт. Данные лица мы где-то. Вторая версия – кто-то из наркоманов, возможно, там, ну, связано с наркотическими. Ну, и третья версия – скульганское убеждение. У кого-то было взрывное это устройство. И по зарям закинули. Сейчас данную версию, каждую версию отрабатываем. Кстати, хозяйка квартиры Ольга, 47 лет, уже отбывала наказание в колонии за торговлю наркотиками. Еще одна существенная деталь в пользу версии наркоконфликтов – пару недель назад машину ее сожителя подожгли прямо во дворе. Но больше всего в этой криминальной истории удивляет орудие преступления. Светошумовая граната «Заря» используется в спецподразделениях и правоохранительных органах для обезвреживания противника. Она способна на несколько часов оглушить и ослепить человека. Купить гранату в магазине невозможно. В спецслужбы она поступает по спецзаказу. Каждая граната на строгом учете. Так что следствию еще предстоит выяснить, как боевое оружие оказалось в руках преступников. Виктор Буров, Станислав Колченаев, Вести, Хакасия. Продолжение следует...